Мир вам, братья и сестры. Давайте откроем книгу Деяния апостолов, 11 глава. Книга Деяния апостолов, 11 глава. В продолжении нашего праздника, церковного праздника, я хочу присоединиться к моим братьям, к моим сестрам. И от души, действительно от души, от глубины сердца поприветствовать моих новых братьев и сестер. Меня радует этот праздник, который Господь дарит нам каждый год. И благослови Господь, чтобы он был не только один раз в году, а больше, чтобы небо обогащалось новыми представителями Божьего Царства на земле. Чтобы наша церковь, наши ряды пополнялись прекрасными труженьками. Конечно же, я, исходя из того, что я слышал в беседе с братьями, иногда сталкиваясь с лидерами молодежного служения, очень большой обсуждается вопрос и озабоченность в том, чтобы те, которые заключили завет с Господом, продолжали активное служение, активное хождение, чтобы не было в церкви, не должно быть бездельников. И независимо, в каком положении ты находишься, в каком служении ты находишься, ты должен употреблять все свои старания, все свои усилия. Возможно, это служение не всегда заметно, а возможно, сильно заметно, но усилия должны прилагаться. И возможно, кто-то делился сегодня, возможно, нет, потому что у меня не было возможности быть на утреннем собрании. Обычно на такие служения, на такие праздники кто-то делится своим опытом, и очень многие, смотря на наши братья и сестер, в первый раз соприкасавшиеся с хлебом и с вином, прообразами тела и крови Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, вспоминал, воскресали эти чувства в сердце, когда первый раз принимал этот вкус в себя, первый раз делал этот глоток, казалось, такая дрожь была, и оно и продолжается, и должно так продолжаться, потому что это святыня, это святыня, огромная святыня. Но, вступая в ряды церкви, возможно, кто-то не задумывается, здесь очень много благословений, очень много благословений несет в себе хождение и рост в церкви, духовный рост индивидуально каждого члена. И чем больше соприкасаешься со Словом Господнем, чем больше следуешь за Господом, человек потихоньку начинает меняться, не просто потому, что он имеет способности меняться, его меняет Господь. Если, я повторю, он следует за Господом, если он серьезно шагнул на этот путь истины и активно продвигается вперед. И я еще раз хочу пожелать моим братьям и сестрам, чтобы вот это хождение, этот шаг никогда не затормаживались, чтобы этот рост был постоянен, чтобы плод пребывал, и чтобы новые-новые плоды, они были очень явными в нашей жизни, это прекрасно, когда мы можем приносить плоды, когда жизнь прожита не зря. Да благословит вас Господь. Итак, книга Деяния, апостолов 11 глава, 21 стих и ниже. «И была рука Господня с ними, и великое число, уверовав, обратилось к Господу. Дошел слух об этом до церкви Иерусалимской, и поручили Варнаве идти в Антиохию. Он, прибыв и увидев благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем. «Ибо он был муж добрый и исполненный Духа Святого и верой, и приложилось довольно народа Господу». Значит, характеристика Варнавы, давайте еще раз прочитаем внимательно. «Ибо», 24 стих, «Ибо он был муж, первое стоит, добрый, второе – исполненный Духа Святого, и третье – верой». Характеристика человека, который служит Господу. Я еще раз хочу повторить, я не только это пожелание моим новым братьям и сестрам, которые сегодня стали моими братьями и сестрами по Духу, не сегодня, а вчера, извиняюсь, но это вообще-то мое пожелание, и то, с чем я хочу поделиться, оно касается, в общем, абсолютно каждого члена церкви. Значит, церковь, самая первая церковь, скажем, материнская церковь, которая была основана в Иерусалиме, посредством действий и сушествия Святого Духа. Когда люди исполнились и говорили, и проставляли о великих делах Господних на иных языках, и многие люди из разных стран, пришедших на поклонение в Иерусалим, увидели для них это было огромное свидетельство. Приложилось после проповеди Петра очень большое количество людей, несколько тысяч, пять или три, не помню точно. Потом, после этого, еще было событие исцеления Хромова у Красных Ворот, который сидел. Опять проповедь, свидетельство Петра и Иоанна, опять много людей прилагается, много людей присоединяется. Массовый, огромный рост церкви, настолько эффективное служение каждого апостола, действие Святого Духа, так все прекрасно. И вдруг церковь, братья и сестры, она соприкасается с очень серьезным испытанием, или, так скажем, с камнем преткновения. Для нас, сидящих здесь, я бы сказал, я думаю, здесь нет ни одного еврея, если я ошибаюсь, то подойдите ко мне, я вас поприветствую. Но я думаю, что здесь сидят все выходцы из язычников. И вот, именно язычники были камнем преткновения для первой церкви. И когда они услышали, первый раз Петр пришел в дом Корнилия, когда он вернулся в Иерусалим, то обрезанные упрекали его. И говорили, ты пришел, ты шел и общался, соприкасался и ел с необрезанными. Если мы вспомним, когда Иисус Христос пришел в город, вошел по своему обыкновению в синагогу, ему дали книгу пророка Исаия, он открыл и начал читать. «До Господи на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, исцеляя сокрушенных сердцем». Вы помните это место. И когда он сказал, привел всего лишь два примера. Он сказал, привел за Илью и Елисея, учитель, ученик, два пророка. Один был послан в Сарепту Сидонскую к вдове, которая была язычница, а другой исцелил Неймана. Вернее, Господь через него исцелил. У той вдовы умер сын, и Господь через своего пророка воскресил этого сына. Другой просто был учеником этого пророка, и когда к нему пришел язычник, он ему дал совет, и последуя этому совету, язычник получил исцеление. Иисус Христос, приводя эти два примера, сказал, много было вдов в Израиле. Но вот к язычнице много было прокаженных, но язычник, и как только они услышали это слово, это не были христиане, евреи. Они исполнились такой яростью, они готовы были его убить. Когда апостол Павел, окованный двумя цепями, взятый по стражу тысяченачальником лисим, стоя на лестнице, попросил разрешения обратиться к своему народу, и подняв руку, обратился к ним на еврейском языке, и они утихли. Люди перед этим готовы были его убить, двери в храме были закрыты. Все было готово для того, чтобы убить этого апостола. И он начал говорить речь в свое оправдание. Мужи, отцы, братья, выслушайте мое слово. Они услышали, что он говорит на еврейском языке, утихли еще более. И он начал им рассказывать, как он был очень ярым гонителем этого учения. Как он преследовал, как он убивал, как он прилагал все свои старания в чрезмерной на них ярости. И он получил письма от первосвященника, пошел в Дамаск, и там встретился с Иисусом Христом по пути. Они кричали? Не кричали. Слушали внимательно. Потом он говорит, что в том городе, где в Дамаске находился муж Анания. И Господь сказал ему, иди на улицу так называемую прямую, и там молится Сау. Господи, да я же знаю, что он пришел сюда, чтобы нас убивать. Иди, он есть мой избранный сосуд. И он это им рассказывает. Слушает никакого упрека, никакого возгласа. Он уверовал в Иисуса Христа, рассказывает им, пришел уже в храм, пришел в молитве в вступление и получает откровение от Иисуса Христа. Он это им рассказывает, они его слушают. Но когда он им сказал, что мне Господь Иисус Христов сказал, пойди далеко к язычникам, они подняли такой крик. Друзья мои, почему-то язычники, вот это было первое столкновение. Еще, ну, самаряне, понятно, там, они хоть жили на территории израильской земли, но они их как-то принимали. И когда Филипп, первый диакон, ходил, благовествовал, они потом послали Петра и Иоанна для того, чтобы уверить, если достоверно, правильно ли уверовали эти люди, те пришли, помолили, и сошел Дух Святой, все нормально. Из пришедших на поклонение были люди, обращенные в Иудейство. Нормально. Филипп пошел на дорогу и встретился с эфиопским вельможей, который тоже был обращен в Иудейство. Да, он был язычником, но обращен в Иудейство. Нормально. Но вот язычники, когда Петр пришел, церковь пережила очень серьезные столкновения и сделал очень мудрое решение. Они, когда выслушали оправдание Петра, который говорил, в городе Иопии я находился. И когда пришел, молился, пришел в выступление и получил откровение. Они приняли это от Господа, успокоились и прославили Господа. И потом, когда услышали, что после гонения на Стефана, после убийства этого благочестивого дьякона, язычники в городе Антиохия и Елины, то есть греки, приняли слово Господне и они послали, сделал очень мудрое решение, они послали Варнаву. Вот этот человек как раз не имел никаких столкновений, никаких препятствий, потому что у него была очень хорошая характеристика. Он был в первую очередь добрым человеком. Друзья, я хочу сегодня поговорить именно о доброте. Как это важно сегодня. И опять же, мое пожелание моим новым братьям и сестрам, мое пожелание себе, мое пожелание каждому члену Церкви Господней иметь это качество. Я как-то говорил, еще раз хочу подчеркнуть, это не дар. Доброта – это не дар, это качество. И если вы вспомните, что когда в притче своей Иисус Христос приводил пример за царя, который раздал таланты каждому из рабов, он призвал их в первую очередь. И когда не пришел, сказал, господин, вот твой талант, я принес на него два таланта, другой – три, третий – пять. И вот ответ господина – хорошо, добрый, а потом верный. Знаете, верность без доброты меня немножко пугает, когда я встречаюсь с верными, но недобрыми. Потому что если добра нет, это уже недобрый. Верность и доброта очень необходимо, чтобы были вместе. А вы знаете, что на небе я не верю, что будут недобрые люди. Туда войдут добрые. И вот это качество, которое имел Варнава, так сильно проявилось, так сильно поддержало этого человека. Доброта этого человека, это качество, насколько оно прекрасно. Мы за этого человека, кстати, встречаем в первом месяце, что когда церковь собралась, он левит, из рода левия, левит, который имел свои земли на острове Кипр, кажется. И он продал эту землю, принес деньги, положил к ногам апостолов. И потом они его называли сыном утешения. Имеет доброе сердце, добрые качества. Он, когда пришел в Антиохию, его реакцией была радость. Добрый человек, он видит все по-доброму. Друзья мои, как сегодня в церкви должны быть и нужны добрые люди, не так ли? Когда приходишь сюда, иногда устало встречаешься с добрым человеком, поговоришь и так хорошо на сердце. Потому что добрый поймет тебе лучше недоброго. А с недобрым даже и раскрывать сердце свое не хочется. Доброе качество, качество добра, не талант, не дар, а качество. Оно проявляется. Оно сегодня необходимо не только в церкви. Обратите внимание, у Варнавы, когда он пришел в этот город, сразу он увидел, что необходимость из проповеди, наставления, пошел в город Арс, взял с собой Павла, и они вместе проповедовали, учились, в одно время даже постили, служили Господу и молились перед Ним. И Дух Святой сказал, отделите мне Варнаву и Павла. И Варнава взял с собой Марка. И мы слышали не раз из этого места, что произошло. Марк, он проявил слабость, все мы споткаемся, не всегда у нас есть силы, возможности выдержать испытания или нагрузки миссионерского служения. Но когда он вернулся, и было еще раз побуждение у Павла, чтобы пойти на миссионерское служение, и он говорит, обращается к Варнаве, говорит, идем снова по тем Гарнаве. Варнава снова хочет взять Марка. Павел не соглашается. Они потом из-за этого огорчения, а позже мы слышали не раз хорошие проповеди с этого места о том, как Павел впоследствии говорит, Марка, возьми, приведи со мной. Влияние Варнавы на Марка сказывалось очень сильно. И дело в том, что я хочу заметить, Марк, он был не просто другом для Варнавы, он был его племянником. И апостол Павел, ну, когда писал письмо колосянам, он говорил, приветствует вас, Марк, когда он находился в темнице, вот это как раз Марк находился с ним. Он говорит, приветствует вас, Марк, племянник Варнавы. Друзья мои, что я вижу в этом? Добрый человек, человек, имеющий добрые качества Варнава, сумел повлиять на своего племянника, который написал прекраснейшее послание, прекраснейшее Евангелие, стал евангелистом. Его доброе влияние изменило курс судьбы в какой-то степени. Бог через этого человека изменил самого Марка, и он стал прекрасным автором прекрасного Евангелия. Доброта, она влияет. И я скажу для себя, я из этого стиха, из этого факта черпаю, что доброта, она в первую очередь должна сказываться на наших родных. Вот как хорошо для жены, когда муж добрый, не так ли? А как хорошо для мужа, когда жена добрая? Как хорошо для детей, когда родители добрые? И как хорошо для родителей, когда дети добрые? Друзья мои, доброта поощряет нас, естественно, к очень многим хорошим качествам. И я еще хочу сказать, что это не дар, но это качество, которое сопровождает абсолютно каждого верующего человека. Оно обязательно проявится. Если мы решили следовать за Господом, если по милости Господней, глаза наши открылись, пришло время, вступили в завет с Господом. Так вот, хождение за Господом обязательно приведет и воспитает нас это качество. Не просто мы сами его примем для себя, друзья. Когда я читаю Библию и открываю Священное Писание, меня очень сильно радует, что именно Бог принимает непосредственное участие в том, чтобы воспитать в нас одно только это качество. Хотя он очень многое дает нам, очень многое воспитывает нас, ведет, учит, наставляет, наказывает, благословляет, поощряет. Он все это делает. Но вот это качество, я обратил на страницу Священного Писания, именно Бог очень сильно уделяет внимание. Почему? В свое время пророк Иона воскликнул в горячей, я знал, что ты Бог благий, милосердный, человеколюбивый, но в первую очередь он назвал Бога благим. Он так его и знал. Благий, то есть добрый, богатый на всякое доброе дело. Благий. И если наш Бог такой, и если мы следуем за таким Богом, Он обязательно, друзья, и меня это очень сильно радует, я уверен в этом, что вот это качество Он воспитает в нас. И подтверждение этому я нахожу уже здесь, в этой книге деяния. Вот это качество, это воспитание. Давайте обратим внимание, как Бог это делает. В этой же главе 11, в самых первых стихах, опять вернемся к Петру, Он вернулся в Иерусалим и обрезаны упрекали, и Он им приводит пример. Он обходил церкви, Он обходил точки, где развивались, было становление новых церквей, и Он проповедовал, Господь действовал через него, исцелял, и Он сказал, что я пришел в город Иопию и находился в доме Симона Кожевника. Вот интересно, что к тому, чтобы принять язычников, что для Петра тоже было проблемой, он трижды отказывался перед Господом, никогда ничего нечистого не ходило в уста Мои. Трижды Господь подтвердил ему, что Бог очистил, то ты не почитай нечистым. Он пришел в город Иопию, и он остановился в доме человека, профессия которого была изделие кожи, то есть убивали животного, сдирали кожу, обделывали кожу, а вообще эта профессия считалась и делала человека, обладающего этой профессией по церемонии иудейской традиции нечистым. Он соприкасался с мертвой кожей. И Петр находился у этого человека, то есть это уже было подготовкой к тому, чтобы он как-то уже научился принимать людей, как их Господь принимает. И тут же в этом городе Иопии он пережил сильное откровение. А знаете, а вот где-то лет за 750, за 800 до Петра в этот город Иопию пришел тоже один служитель Господний. Но не с тем, чтобы исполнить волю Господню, а чтобы убежать от Господа. Пророк Иона, я уже немножко скользко говорил за него. В этот же самый город он пришел, но не с тем, чтобы идти в Осирию, идти в Ниневию. Он собирался сесть на корабль и отправиться в Фарсис. Интересно, что Ниневия находилась от места, где он жил, где-то 900 километров. Фарсис находился 4000 километров. Меня иногда удивляет, братья и сестры, вот в этом самом сюжете, что мы многие можем найти себе то, что Бог от нас требует, иногда нам очень трудно сделать. И мы согласны отмахать 4000 вместо 900, что предлагает нам Господь, лишь бы не сделать то, что Он от нас ждет. Мы часто от этого места слышим, часто открывая Священное Писание, знаем истину Господней. Надо делать так, так и так. И об этом легко говорить, об этом звучит не раз с этого места, и мы слышали не раз. Легко говорить об этих истинах, но мы с ними сталкиваемся в реальной жизни. И как трудно иногда вот эти истины, которые так легко слушать, так легко с ними соглашаться, но когда поднимается, вскипает вся вот эта плоская натура, которую мы должны распинать каждый день, ой, как трудно эти истины переплатить в жизнь. Ой, как трудно их исполнить, когда противится плоть, когда буквально каждая клетка тела кричит «не хочу». И вот это пережал пророк Иоанн. А почему? Потому что Господь его послал опять же к язычникам. И вот эта родовая уже в крови, так скажем, привычка «не хочу» к язычникам, нет, все, Господи, но только не это. А именно это и требует Господь. И, знаете, Петр, возможно, он был как-то подготовлен, чтобы принять язычников, там было ему откровение, он послушался. Иоанна в итоге тоже послушался. И, знаете, благо тем верующим, которые становились на путь истины и получая от Господа повеление, и вот эта истина, которую проповедуется Евангелием, которую мы должны практически применять в своей жизни, она для нас трудна, но все-таки преодолима. Для церкви церковь очень хорошо преодолела вот этот шаг. А, ну раз Господь принимает язычников, ну слава ему за это. И тут слышат, что развиваются церкви в Антиохии христианские из язычников, посылая с ними очень мудрое решение, посылают доброго человека. А вот и он и так не было. И у нас иногда тоже так не бывает. Когда Бог требует, а нам не хочется, и мы готовы четыре тысячи километров вместо девятисот. И Бог в своей милосердии, в своей милости, Он продолжает учить. И этому пророку Он преподал очень сильный урок. Когда встал шторм, и Его разбудили, и Он, стоя на палубе, видя, как бросается жребий, знает, почему это происходит. Знает, что Его непослушание, Его противление Господу подставило под риск этих людей. И когда Его уже поставлены, как говорится, в тупик стенки, Он говорит, я еврей, что Господа небес. И затем рассказал, что произошло, почему произошла эта буря, и что на самом деле происходит. Меня удивляет реакция этих язычников. Они могли себя считать оскорбленными. Вот честно говоря, они могли считать себя лично оскорбленными Ионы. Почему? Потому что Он им сказал, что я не хочу идти к язычникам, чтобы проповедовать им, чтобы Господь их спас. Потому что иначе они погибнут. А мы кто? Из колена Иуды, что ли? Мы тоже язычники. Значит, тебе наплевать на нас. Они могли спокойно тут же сказать, Ион, давай, марш на трап и головой вниз. Если хочешь, можем камень привязать для пущей уверенности. Знаете, Иона в этот момент, братья и сестры, пережил очень сильное откровение. Когда Он увидел, что эти люди, услышавшие, которые могли считать себя стопроцентно лично оскорбленными им, лично могли сказать, что из-за тебя теперь мы в этом положении, мы ничего не сделали, из-за тебя мы должны вот так вот рисковать жизнью. Не слово осуждения. Более того, они говорят, ты скажи нам, что нам делать. Они весь суд передают в его руки, братья и сестры. И для Иона это было очень сильным откровением. Я так верю. Когда Он увидел, что люди, которые могли его тут же осудить, тут же скинуть, тут же, чтобы хоть как-то успокоилась буря, они говорят ему, нет, ты сам решай. Ты сам решай. Хотя они попали в эту ситуацию из-за него. А когда Он им сказал, бросьте меня в море, и оно утихнет, они могли спокойно это сделать и сказать, ну давай, вперед. Сам решил, вот, мы же не виноваты. Эти люди, которые жили на море, которые понимали, что этот стиль жизни очень опасный, они были профессиональными мореплавателями. И в этом случае, когда они услышали приговор, в них вдруг проявилось то, чего он никак не ожидал от язычников. Вот это сострадание. Все свои профессиональные усилия они употребили на то, чтобы грести и как-то спасти его жизнь. Того, которому было, простите, наплевать на язычников. Они прилагали все свои старания, они начали усиленно, братья и сестры, грести. А когда увидели, что дальше невозможно, Он увидел еще что-то очень сильное. Когда эти люди начали молиться Его Богу. И говорить, прости нам, или невмени нам, они так сказали, кровь невинную. Другими словами, язычники, обращаясь к Богу Ионы, в присутствии Ионы, говорили Ему, Господи, Он не виноват. Ну, как же не виноват? Буря-то из-за Него. Ну, как же не виноват? Не послушался Господа. Прости нас за то, что мы сейчас прольем кровь того, кто невиноват. Братья и сестры, за вас неверующие-то хоть раз молились, а имели бы право, они полное право сказать, Господи, мы невиноваты, это Он виноват. Мы бы Тебя послушали, а Он Тебя не послушал, Господи, невмени нам крови, невинной. И вот это пророк Иона очень сильно прочувствовал и увидел. И дальше он пережил еще сильное откровение. Как Бог сказал ему, что вот это растение, знаете, вот эти вот привычки у нас от самого рождения, возможно, привитые вот этим неправильным воспитанием или неправильным пониманием даже Слова Господня, или неправильным рождением, они бывают так сильны и так часто нам мешают. Потому что когда он пришел в этот город, когда Господь сделал через него дело благословения и люди, 120 тысяч человек, покаялись. А у него вот этот всплеск негативного, старого, привычного. И Господь ему снова напоминает, тебе вот это вот растение, над которым ты не трудился, ты о нем будешь жалеть больше, чем о людях. Я просто в тот момент увидел, как Бог сильно любит, как Бог сильно ценит человека, независимо, какое. Друзья мои, вот эта доброта Господня, она будет проявляться в каждом из нас в том случае, если мы действительно следуем за Господом. Это неизменно, меня это радует. Или мы примем ее так же, как Петр, который, ну, три раза отказался, но не убежал Фарсис, а пошел в дом Корнилия. Или же Бог поставит нас в экстремальной ситуации, в которых нагодился Иона. И тогда Бог нам покажет, смотри, тех людей, которых тебе трудно принять, вот их поведение. Они прилагают все свои старания для того, чтобы спасти твою жизнь, хотя их жизнь в опасности из-за твоего поступка. Это те люди, которые не умеют отличить правой руки от левой. И Бог, имея свою любовь к ним, ждет такой же любви и от нас, чтобы его благость, его доброта, дорогие мои братья и сестры, которые недавно вступили в ряды церкви, дорогие мои братья и сестры, члены церкви Господней, вот эта доброта и благость, да проявляются все больше и сильнее в нашей жизни, чтобы в итоге нашей жизни. И нам Господь сказал добрый. Не только верный, но и добрый. Верность очень важна. Но я еще раз повторю, как сегодня в семьях не хватает доброго отношения между супругами, как сегодня родителям или детям не хватает добрых, добра в тех и в других. Но я еще раз скажу, что если мы следуем за Господом, Бог будет над нами работать, чтобы его благость проявилась в нас, чтобы мы были готовы, обогатились, как пишет послание к евреям автора, Бог да обогатит вас на всякое доброе дело. Слава ему. Аминь.